В четверг, 9 сентября, в Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран общались в Кремле около трех с половиной часов, после чего провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о достигнутых договоренностях. Мы расскажем о самых главных темах, которые удалось обсудить президентам во время деловых переговоров. Начнем с того, что Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике. Российский лидер отметил, что удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности в таможенной, налоговой, энергетических сферах и на других направлениях. Давайте рассмотрим эти аспекты поподробнее. Российский президент анонсировал подписание документов о единых энергетических рынках России и Белоруссии до 1 декабря 2023 года. Более того, Россия и Белоруссия согласовали все 28 союзных программ двух государств. По словам Путина, заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии, где планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года. Он также подчеркнул, что в рамках выполнения союзных программ будут выработаны и единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. В рамках интеграции также будет увеличено количество совместных предприятий, уточнил Путин. Это означает, что граждане России и Белоруссии, благодаря интеграции в двух стран, получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках союзного государства. Кроме того, будут созданы условия для повышения уровня их жизни, заявил президент России. Что касается экономического аспекта интеграции, здесь стоит отметить, что Москва и Минск планируют воссоединить национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность возвращения к вопросу о единой валюте двух стран. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что о единой валюте говорить рано, ведь нужно сначала наладить единую макроэкономическую политику. Одним из главных достижений переговоров стало то, что цена на белорусский газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. При этом Путин подчеркнул, что цены на газ для Минска на 2022 год не будут даже индексироваться на уровень инфляции. Известно, что президенты России и Белоруссии после пресс-конференции по итогам переговоров продолжили общение в Кремле. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг. Лукашенко заявил, что прошедшие переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер. Путин, в свою очередь, назвал переговоры насыщенными и конструктивными.